Наш следующий сюжет о том, как совмещать бизнес и семейную жизнь, выкраивать время на общение с родными в череде предпринимательских забот. Семья – главная ценность любого общества. Это крепкий дом, дети, внуки, поддержка и опора. Под таким лозунгом живёт молодая семья Тураевых Андрея и Анны. Анна работает в сфере образования, а Андрей продолжает дело своего деда. В настоящее время он является руководителем пекарни. Но об этом позже, как говорится, обо всём по порядку. Познакомились мы в институте. Всё банально. Виделись, встретились, начали общаться. И привезли супруга. Предложил ей переехать, она согласилась. Ну, как-то так поженились в Хабаровске. Начали жить здесь вместе. Но вот это ваша давняя мечта была? Чем вы занимаетесь? Больше была мечта именно работать, заниматься своим делом и работать именно на себя. Не хотелось что-то где-то на кого-то. Нет. Больше именно в себя вкладывать, чем-то заниматься тем, что именно нравится. А вот как начинали вы своё дело? Начинал ещё мой, так скажем, дедушка. Это было очень давно, наверное, в 2005 году. Был цех на Мира 47, бывший хлебозавод. Но, пожив, поработав там, наверное, лет 10, мы задумались о том, что нужно своё. Потому что всё-таки оборудование там старое. 50 лет этому зданию было. Со дня образования города всё рушилось. И продолжает, наверное, не знаю. Поэтому нужно было создавать своё, строить. Да, было много сил вложено, психов, нервов. Без этого никуда. Было закуплено полностью всё новое оборудование. Было очень много затрат. Но спустя, наверное, уже года 4 мы совсем рассчитались, всё закончили. И сейчас уже входим конкретно в производство именно на себя, не на кредиты и так далее. Приходилось брать кредиты без этого никуда. Помогала и администрация города. Где-то выигрывали патенты. Ну вот, как-то так. Несмотря на все былые сложности, супруга Андрея Анна во всём поддерживала его и помогала, как могла. Не это ли семейное единство? В пекарне семьи Тураевых работают 19 сотрудников. А некоторые шагают в ногу с производством с начала становления пекарни. Вот расскажите, вам нравится ваша работа? Конечно. Как только если вы уже? Мы уже почти что 8 лет работаем. Очень нравится. Делаем тортики сладенькие, радуем людей, чтобы им нравилось, вкусненько. Что вы пожелаете с мужем принять в своей работе? Ну, конечно, чтобы просветали, чтобы покупали нашу продукцию. Потому что она действительно вкусная у нас и красивая. Всё пробуем, всё вкусно. Друзья на работе все кушают, всё нравится. Андрей отчётливо понимает, что всем угодить невозможно. Но всегда прислушивается к замечаниям покупателей его продукции. И старается улучшить своё производство. Но, к сожалению, не всегда получается полностью удовлетворить потребности гурманов. Мода, как и в одежде, пошла на старое, именно на советское. Люди, видать, соскучились. Старые торты, такие как Маска, Прага. Люди хотят это видеть заново на рынке. Но с таким стандартом, как по советским, уже всё равно это сложно. С нынешними, как говорится, ингредиентами и так далее, это сложно всё восстановить. Поменялся вкус масла, поменялся вкус сгущёнки. Того качества, что раньше было, всё равно мы не найдём. У нас большой выбор печенья, большой выбор заварных орешек. То есть трубочки со сгущёнкой, также орешки со сгущёнкой. Ну, в общем, всё кондитерское именно. В плане нет у нас ни хлеба, ни булочек, нет такого нет. Именно кондитерские изделия, именно сладости. У Андрея и Анны растёт сын, которому родители дают право выбора продолжить семейное дело или выбрать что-то, что придётся по его душе. Анна, а вы за, чтобы ваш сын пошёл по стопам папы? С одной стороны, да, а с другой стороны, нет. Нет, потому что это большая очень ответственность, это нервы, это трудная работа, это сложная работа и это большие риски. Поэтому вот как он подрастёт, ему сейчас два с половиной года, как сложится этот характер. Хотелось бы, чтобы он сам выбрал, да? Я согласен, я тоже не хочу, наверное. Конечно, хотелось бы, как и моему отцу, он меня сюда, он всё время хотел, чтобы я всё время был с ним, так и получилось. Я старался всегда всё помогать, всегда рядом с ним. Но, знаете, в моей работе есть такой, скажем, нюанс, минус в том, что нехватка кадров довела до того, что есть командировки Хабаровск и некому их доверить. И поэтому глава семейства, первый и отец у меня, мы отсутствуем дома, мы живём в командировках, мы ездим сами в Хабаровск, сами развозим продукцию, потому что доверить её некому. И поэтому всё то, что я испытал за все эти командировки, все риски, которые я прошёл, было пройдено очень много. Наверное, именно из-за этого я не пожелаю такого сына. Конечно, хотелось бы, чтобы он развился именно в каком-то своём направлении. У меня не получилось, я продолжил. А вот если он какое-то своё направление займёт, почему нет? Я ему всегда помогу. К слову о продукции, весь ассортимент пекарни также поступает на прилавки Хабаровского края. Но довольствоваться достигнутым семья Тураевых не собирается. У них уже имеются свои планы и мечты. Планов много, наверное, как и у всех. Также есть мечты, которые должны сбываться. Но, наверное, всё-таки мне хочется ещё в какое-то направление зайти, что-то новое развивать, начать. То есть ни в коем случае не закрывать фабрику. Мне нравится доставлять людям удовольствие, когда они пробуют торты и в восторге. И не то, что врут, а отзывы и так далее. Конечно, это приятно. Но, наверное, хотелось бы ещё в какой-то сфере занять тоже главную позицию, скажем так. Что бы вы пожелали семьям? Поделитесь. Ну, пожелаем, наверное, взаимопонимания. Самое главное. Поддержки. Любить друг друга и здоровья в наше время. Любить друг друга, дорожить семьёй – это самое главное. А остальное всё сложится, всё проложится. Мы побывали в пекарне Тураева. Вот таким тортом нас угостили. Подобными тортами угощаются жители всего Амурского района.